православная психотерапия архимандрит иерафей влахос книга посвящена учению об исцелении человеческой души святых отцов нашей церкви которые провели свою жизнь в подвигах и сделались опытными врачевателями народа божия отец иерафей находясь в миру и будучи истинным духовным отцом пришел к заключению что тяжелейшей болезнью нашего времени является душевное расстройство так называемые психологические проблемы и сделал вывод что все они происходят главным образом от помыслов помрачения ума и нечистого сердца с увлечением изучил святоотеческие творения он описал страсти падшего человека и предложил для каждой из них курс лечения так что каждый увидев словно в зеркале собственную болезнь сможет начать поиски врача чтобы приступить к излечению своих души ума и сердца и достичь бога видения и богообщения так что же такое христианство объясняя специфику христианство многие полагают что это философское учение или религия одна из многих существующих с древности но конечно христианство не является философией как ее обычно понимают в наше время философия излагает умозрительное построение как правило не имеющие связи с реальной жизнью главное же различие между христианством и философией заключается в том что последнее есть плод человеческой мысли тогда как христианство это откровение божие это не человеческое откровение но откровение самого бога данная человеку человеческая логика было бы не в силах открыть истины христианства но там где было бессильно человеческое слово, явилось слово «богочеловеческое», вернее, «богочеловек Христос Слово Божие». Это откровение Божие было выражено в тогдашних философских терминах, но оно, и это следует подчеркнуть снова, не является философией. Из философии того времени взяты лишь одежды богочеловеческого слова. Святитель Иоанн Златоуст, объясняя слова пророка Исаии, «Севладыка, Господь, отымет от Иерусалима крепко и крепкую и судью, и пророка, и смотреливого». Смотреливым, догадливым, называется тот, кто догадывается о будущем, исходя из своего великого разума и опыта. Ибо одно дело догадка, а другое пророчество. Один говорит духом святым, не добавляя ничего от себя. Другой же, взяв за основу уже случившееся и прибегая к помощи собственного разума, может предвидеть многое из будущего, как это свойственно человеку поистине разумному. Однако велика разница между тем и другим, как между человеческим разумом и божественной благодатью. Следовательно, одно дело догадки, то есть философия, а другое пророчество, то есть слово богословствующего пророка. Первые являются человеческим действием, второе же – откровение Всесвятого Духа. В святоотеческих трудах, а именно в учении преподобного Максима Исповедника, говорится о философии как о начале духовной жизни. Однако следует заметить, что под термином деятельная философия любомудрия святой понимает очищение сердца от страстей, которое действительно является первой стадией на пути души к Богу. Точно так же христианство нельзя считать и религией, по крайней мере в том смысле, который вкладывается в это понятие теперь. Обычно считается, что Бог живет на небесах, управляет оттуда человеческой историей, является требовательным и суровым и требует удовлетворения от человека, который покинут на земле со своей немощью и бессилием. Между Богом и человеком существует разделяющая их стена. Ее-то следует преодолеть, и в этом решающую помощь может оказать религия. Для этой цели используются различные религиозные обряды. Согласно другой точке зрения, человек чувствует себя бессильным посреди вселенной и нуждается в том, чтобы создать некоего могучего Бога, который мог бы помочь его бессилию. По этой теории не Бог создает человека, но человек создает Бога. Религию также рассматривают как связь человека с абсолютным Богом, то есть связь между Я и абсолютным Ты. Кроме того, многие считают религию способом обмануть народ, направив его надежды к будущей жизни. Таким образом, с помощью религии власти, придержащие, угнетают народ. Однако христианство стоит гораздо выше всех этих объяснений и теорий, и потому не может быть заключено в понятии и определении религии, которая обычно присваивается так называемым естественным религиям. Бог — это не абсолютное Ты, но живое лицо, имеющее органическую связь с человеком. К тому же, христианство вовсе не переносит проблему в будущее и не надеется только насладиться царством Божиим по завершении человеческой истории и после скончания времен. Будущее в христианстве укоренено в настоящем, и Царство Божие начинается в этой жизни. Царство Божие, согласно святоотеческому истолкованию, — это благодать триединого Бога, созерцание нетварного света. Мы, православные, не ждем окончания истории и времен, но устремлены к нему через жизнь во Христе, и таким образом уже сейчас переживаем то, чему предстоит произойти в грядущей после второго пришествия жизни. Преподобный Симеон Новый, богослов, говорит, что тот, кто видел нетварный свет и соединился с Богом, не ждет второго пришествия Господня, но живет в нем. Вот почему в христианском учении существует представление не о линейном, но о циклическом или крестообразном времени. Именно поэтому прошлое, настоящее и будущее действительно воспринимаются как некое неразрывное единство. Это и есть так называемое сжатое время. Именно потому, что православие не откладывает разрешение проблемы, оно не может быть охарактеризовано как опиум для народа. Оно приносит жизнь, преображает жизнь биологическую, освещает и преображает общество. Православие, если мы воспринимаем его правильно и живем в Духе Святом, представляет собой общение Бога и человека, небесных и земных, живых и усопших. И в этом общении действительно разрешаются все проблемы, возникающие в нашей жизни. Однако среди членов церкви имеются и духовно нездоровые и неопытные люди, поэтому можно предположить, что некоторые будут воспринимать христианство как религию в вышеуказанном смысле. Кроме того, духовная жизнь – это динамический процесс. Она начинается с крещения, которое есть очищение образа Божия и продолжается в подвижнической жизни, направленной к достижению подобия Богу, то есть общения с Богом. Во всяком случае, необходимо разъяснить, что даже говоря о христианстве, как о религии, мы должны учитывать несколько непременных условий. Первое из них заключается в том, что христианство – это прежде всего церковь. Церковь же означает тело Христово. В Новом Завете во многих местах говорится о том, что у христианства есть церковь. Достаточно указать на слова Христа «Ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою» Матфей 16, 18. И слова апостола Павла, обращенные к Колоссянам. И он есть глава тела церкви. И к Тимофею, чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Это значит, что Христос не просто пребывает на небесах, управляя оттуда историей и человеческой жизнью, но соединен с нами. Он воспринял человеческое естество, обожил его, и потому обоженная во Христе человеческая природа находится одесную Отца. Таким образом, Христос – это наша жизнь, а мы – члены Христовы. Второе условие состоит в том, что цель христианства – достичь блаженного состояния обожения. Обожение и подобие Божие отождествляется между собою. Но чтобы достичь этого подобия и созерцания Бога, и чтобы само это созерцание оказалось для нас не огнем поедающим, но животворящим светом, от человека предварительно требуется очищение. Это-то очищение и исцеление является делом церкви. Если же христианин принимает участие в обрядах, не подвергаясь животворящему очищению, хотя сами внешние проявления культа имеют целью именно очищения человека, он не живет в церкви по-настоящему. Христианство без очищения – это утопия. Итак, говорить о религии, благочестии, мы можем только очищаясь и, главное, стремясь к своему исцелению, что согласно и со словами Иакова, брата Божия. Если кто из вас думает, что он благочестил и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Из этого места хорошо видно, что благочестивым является тот, кто обуздывает язык и не обманывает свое сердце, но очищает его от внутренней скверны, и что религия – это не только проявление заботы о страдающих, но главным образом хранение себя в чистоте от мирских дел. Тот, кто заботится о своем очищении, является религиозным и принадлежит к религии. Это отличие дает нам право утверждать, что христианство – это не философия и не религия в том смысле, как естественные религии, но прежде всего – врачевание. Это исцеление человека от его страстей, служащее для достижения в дальнейшем общения и единства с Богом. Господь явил нам несколько истины в притче о добром самарянине. Этот последний, увидев человека, попавшего в руки разбойников, которые избили его и оставили полуживым, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Лука 10, 33-34. Христос исцелил израненного человека и привел его в гостиницу, то есть в больницу, которую является церковь. Христос изображен здесь как врач, исцеляющий немощи человека, а церковь – как больница. Очень характерно, что святитель Иоанн Златоуст, разбирая эту притчу, обращает особое внимание на те истины, которые мы только что подчеркнули. Человек спустился из небесного жительства в жилище дьявольского обмана и попадается разбойникам, то есть к дьяволу и его сопротивным силам. Раны, которым он подвергся, – это различные грехи. Как говорит Давид, «Вос смердеша и согниша раны моя от лица безумия моего». Ведь всякий грех создает рану и увечья. Самарянин – это сам Христос, который сошел с небес, чтобы исцелить израненного человека. Он возлил на раны масло и вино, поскольку, сочетав Святой Дух со Своей кровью, оживотворил человека. Согласно же другому толкованию, он приносит масло, то есть утешительную речь, и возливает целительное вино – учение, собирающее рассеянный ум. Он посадил его на собственного осла, то есть принять плоть на плечи своего божества. Вознес ее к Отцу на небеса. Затем добрый Самарянин Христос привел человека в великую, чудесную и просторную гостиницу, в сию соборную церковь. Он отдал его содержателю гостиницы, то есть апостолу Павлу, поскольку Павел говорит архиереям, учителям и служителям каждой из церквей. «Заботься о человеках из числа язычников, которых вручила тебе церковь, поскольку люди, израненные грехами, немощны, исцели их», – наложил пластырь, то есть пророческие глаголы и евангельские поучения. «Вылечи с помощью наставлений и утешений Ветхого и Нового Завета». Таким образом, согласно Иоанну Златоусту, именно Павел утверждает церкви Божией, исцеляя всех людей духовными наставлениями, всем полезная подавая. Из этого оттолкования Иоанна Златоуста ясно видно, что церковь есть врачебница, которая исцеляет больных от греха, а епископы и священники, подобно апостолу Павлу, являются врачевателями народа Божия. «Эти истины явствуют и из многих других мест Нового Завета». Господь сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Матфея 9, 12. «К тому же Христос, будучи врачом душ и телес, исцелял всякую немощь души и тела, и ходил, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Матфей 4, 23-24. Апостол Павел прекрасно знает, как немощна совесть людей и в особенности простых. И в апокалипсисе написано, что евангелист Иоанн видел реку живой воды. «Которая текла от престола Божия и Агнца, среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, и листья дерева для исцеления народов». Откровение 22, 1-2. Итак, дело церкви – врачевание. Она стремится исцелить болезни, прежде всего душевные, которые мучают людей. В этом основа учения Нового Завета и Отцов Церкви. Вера во Христа вовсе не является верой, если человек не проходит через врачевание во Христе. В таком случае налицо то самое противоречие, которое являл бы некий больной, питающий великое доверие ко врачу, но никогда не выполняющий его советов. Чтобы правильно воспринимать это лечение в его общей связи с миром, необходимо заметить, что если бы пророческий иудаизм и христианство, как его преемник, впервые появились на свет в 20 веке, то их, вероятно, охарактеризовали бы не как религиозные учения, но как медицинские науки, родственные психиатрии, чье распространение в обществе связано с их успехами в излечении различных стадий болезни, частично поврежденной человеческой личности. Их ни в коем случае нельзя было бы воспринять как религии, которые при помощи различных магических приемов и верований обещают бегство от некоего якобы материального мира зла и лицемерия в некий якобы духовный мир безопасности и успеха. Умная деятельность души, которая незримо и непрестанно творит молитву в сердце, представляет собой физиологический орган, который есть у всех и который нуждается в лечении. Этот орган не может исцелить ни философия, ни какая-либо из известных естественных или общественных наук. К его исцелению приводит лишь отеческий, трезвенный или подвижнический образ жизни. Вот почему неисцеленный обыкновенно не знает даже и о самом существовании этого органа. Таким образом, мы, члены церкви, подразделяемся на больных, то есть людей, которые проходят курс лечения, и на людей, которые уже исцелены, святых. По словам отцов, люди не разделяются на нравственных и безнравственных, или добрых и злых, исходя из нравственных правил. Это различия кажущиеся. По существу человечество делится на больных душою, лечащихся и излечившихся. Все, которые не находятся в состоянии просвещения, принадлежат числу душевнобольных. Православного христианина создают не добрая воля, правильный выбор, нравственная жизнь и преданность православному преданию сами по себе, но очищение, просвещение и обожение. Эти этапы исцеления являются целью жизни церкви в ее таинствах, о чем свидетельствуют литургические тексты. Из всего, что было сказано до сих пор, с очевидностью явствует, что христианство является, в сущности говоря, наукой, которая лечит, то есть неким психотерапевтическим методом и курсом. То же самое следует сказать и о богословии. Это не философия, но по существу курс терапии. Православное богословие ясно свидетельствует о том, что является, с одной стороны, плодом некоего лечения, а с другой – путем лечения. Иными словами, только те, кто уже был исцелен и обрел общение с Богом, являются богословами, и только они могут показать христианам истинный путь, идя по которому можно достичь места исцеления. Итак, богословие – это и плод, и метод лечения. Чтобы увидеть эти истины с большей ясностью, о них необходимо сказать подробнее. Мы изложим учения святых отцов относительно богословия и богословов. Мне представляется, что начать следует с Григория Богослова, которому церковь не случайно дала это прозвание. В начале своих знаменитых богословских слов он пишет, что не всякий человек может богословствовать и рассуждать о Боге, поскольку это занятие непростое и недоступное ползающим по земле. Дело это доступно не всем, но людям, испытавшим себя, проведшим жизнь в созерцании, а прежде всего очистившим, по крайней мере, очищающим душу и тело. Только те, которые перешли от этой деятельности к созерцанию, могут говорить о Боге. Как же это происходит? Когда бываем свободны от внешней тины и мятежа, когда владычественное в нас не сливается с негодными и блуждающими образами. Поэтому святители советуют, ибо действительно нужно упраздниться, чтобы разуметь Бога. Нил Постник связывает богословие с молитвой, и прежде всего с умной молитвой. Из изучения святых отцов нам хорошо известно, что тот, кто приобрел дар умной или сердечной молитвы, вступил на первый этап созерцания Бога. Молитва тоже один из видов созерцания. Поэтому молящиеся умной молитвой обретают общение с Богом, а это общение есть познание Бога человеком. Затем святой Нил говорит, «Если ты богослов, значит поистине молишься, и если ты поистине молишься, то являешься богословом». Преподобный Иоанн Лествичник во многих местах своего высокодухонного произведения, именуемого Лествицей, изображает истинное богословие. Совершенство чистоты есть начало богословия. Совершенно соединивший чувства свои с Богом, тайно научается от Него. Но когда это соединение с Богом еще не совершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. Напротив, тот, кто не познал Бога лично, разлагольствует о Нем по догадке. А рассуждать же о Боге по догадке, согласно святоотеческому учению, безусловно, очень плохо, поскольку это приводит человека к прелести. Преподобному известно, каким образом в нас произрастает бесовское богословие. В тщеславных сердцах, которые не успели очиститься действием Всесвятого Духа, нечистые бесы в начале нашей духовной жизни толкуют нам божественные писания. Поэтому тем, в которых живет страсть, невозможно прикоснуться к богословию. Святые созерцали божественное, не рассуждая. И, по слову отцов, они богословствовали не по Аристотелю, то есть не как мыслители, но как рыбари, действием Всесвятого Духа. Если человек не очистился предварительно от страстей, прежде всего от мечтательности, то он не способен беседовать с Богом и рассуждать о Боге, поскольку мечтательный ум не способен к богословию. Святые пережили некое написанное Духом богословие. С тем же самым учением мы встречаемся в трудах Максима Исповедника. Когда человек живет в деятельном любомудрии, которое есть не что иное, как покаяние и очищение от страстей, то преуспевает в созерцании. Живя же в созерцании, преуспевает в ведении. Первая жизнь приводит подвязающегося в ней к развлечению добродетели от порока. Вторая причастника своего вводит в познание свойств бестелесных и телесных существ. И далее говорится. Дара же богословского сподобляется ум тогда уже, когда на крыльях любви перелетел все вышесказанное и достигшие пребывания в Боге, духом созерцает свойства его. Сколько уму человеческому, то возможно. В богословии, то есть знании о Боге, тайно наставляется тот, кто достиг созерцания. Более того, в другом месте тот же Отец говорит, что пребывающий внутри и заботящийся непрестанно о внутреннем целомудрии, долго терпит, милосердствует, смиренно мудрствует, и не только это, но и созерцает, богословствует и молится. Здесь богословие также соединяется с созерцанием и молитвой. Следует особенно подчеркнуть, что богословие, не являющееся результатом очущения, то есть деятельной жизни, это бесовское богословие. По словам преподобного Максима, познание бездеятельности – бесовское богословие. Преподобный Фаласий, стоящий в том же ряду, пишет, что человеческий ум, начиная любомудрствовать от веры, достигает в богословии простирающиеся за пределы всякого ума, которые определяют верую, незыблемую и созерцанием сокровенного. Богословие находится за пределами разума, поскольку оно является откровением Бога человеку, и отцы определяют его как созерцание. Богословие здесь прежде всего созерцание Бога, то есть его видение. В другом месте тот же святой пишет, что из искренней любви рождается видение естества. После же него наступит исполнение верхожеланий, то есть благодать богословия. В учении блаженного диадоха фатикийского богословие рассматривается как величайший дар, приносимый человеку святым духом. Все дары добры вельми, но ни один из них так не воспламеняет и не подвигает сердце к возлюблению его благости, как богословствование, ибо оно, будучи первейшим порождением благости Божией, первейшие дары подает душе. По словам апостола Павла, одному дается духом слово мудрости, другому слово знания. Объясняя это, блаженный диадох говорит, что видение соединяет человека с Богом, но не подвигает душу на рассуждение о вещах духовных. Есть монахи, которые любят безмолвие и просвещаются благодатью Божией, к слове сам же о вещах божественных не приступают. Премудрость же это один из редчайших даров, и дается он Богом тому человеку, который обладает и способностью выражения, и соответствующим ей умом. Потому видение Бога приносит молитва и великое безмолвие при совершенном беспопечении, а премудрость – нечиславное изучение словес Духа, наипаче же благодать всеподающего Бога. Благодать богословствования – это энергия утешителя, но и синергия человека, ибо Святой Дух не дает видение таинств без силы, которая по природе ищет и исследует ведение. По учению святителя Григория Паламы богословами являются, строго говоря, боговицы, а богословия – созерцанием. Есть и знания о Боге, знания учения о Нем и умозрения, которые мы называем богословием. Тот, кто, не имея опыта и знания предметов веры, берется учить о них, идя путем собственных рассуждений и пытаясь при помощи разума показать благо, лежащее выше разума, явным образом дошел до крайнего безумия. И помимо невежества, такой окажется богоборцем. Кроме того, случается, что люди, не успевшие потрудиться, то есть не прошедшие очищения, встретились со святыми людьми и послушали их слов. Однако затем, рассуждая по-своему, они отвергают того святого и заблуждаются из-за гордости. Из всего это яствует, что богословие является в сущности плодом исцеления человека, а не умозрительной наукой. Только тот, кто очистился или хотя бы находится в процессе очищения, может быть посвящен в неизреченные таинства и великие истины. Может принять откровения и затем передать полученное народу. Богословию непременно должно предшествовать исцеление, и тогда богослов в дальнейшем сможет исцелять других. Поэтому в православном, святоотеческом предании, богослов отождествляется с духовным отцом. Духовный же отец является по преимуществу богословом, поскольку именно тот, кто испытывает божественные предметы, может наставить и духовных чад без угрозы впасть в прелесть. Характерные следующие слова отца Иоанна Романидиса. По преимуществу православный богослов это тот, кому непосредственно знакомы некоторые из божественных энергий, благодаря просвещению, или большая их часть через видение, или же тот, кто опосредственно знает их через сочинение пророков, апостолов, святых, священное писание, труды святых отцов, постановление и деяния вселенских и поместных соборов. Богословом является тот, кто благодаря этому непосредственному или опосредованному знанию и созерцанию, умеет с ясностью проводить различия между энергиями божьими и тварными, в частности, действиями дьявола и бесов. Не имея дара развлечения духов, никто не может испытывать их, чтобы увидеть, являются ли что-либо действием святого духа или же дьявола и бесов. Следовательно, богослов – это то же, что и духовный отец. Тот же, кто, следуя латинской традиции, строит свои рассуждения, чтобы добиться интеллектуального восприятия догматов веры, безусловно, не только не является духовным отцом, но и не может называться богословом в полном смысле слова. Богословие не является отвлеченной теорией или практикой, как логика, математика, астрономия, химия, но, напротив, носит характер борьбы, подобно военному делу или медицине. Ведь первое из них – военное дело – изучает оборону и атаку на врага, устанавливая надлежащее употребление для оружия, укреплений, планы обороны и наступления. Вторая же – медицина – ведет борьбу против телесных и душевных недугов ради здоровья, ища различные средства, служащие к его восстановлению. Богослов, не знающий приемов врага и совершенства во Христе, не только не в состоянии сам сражаться с врагом ради своего совершенства, но и не пригоден для наставления и лечения других. Это подобно тому, как если бы военачальником считался, или в самом деле был человек, не прошедший никакой подготовки, никогда не воевавший и не изучавший военное искусство, но заботящийся исключительно о том, чтобы прекрасно и величественно выглядеть на приемах и в строю. Это все равно, как если бы мясник назывался бы хирургом, а место врача занимал бы человек, не знающий ни причин болезни, ни способов их лечения, ни признаков нормального состояния, которому он должен вернуть больного. Итак, что же такое православное лечение? Поскольку мы сказали, что христианство и богословие прежде всего и по преимуществу являются медицинской наукой, в дальнейшем следует вкратце разъяснить, что такое лечение и от чего лечит нас православие с помощью своего богословия и богослужения. Под лечением души понимается в первую очередь лечение и освобождение ума. Человеческое естество заболело с момента отпадения его от Бога. И эта болезнь заключается главным образом в пленении и падении ума. Праотеческий грех – это удаление человека от Бога, утрата божественной благодати, ведущая к ослеплению, помрачению и смерти ума. Мы с достаточной точностью можем утверждать, что падение человека или состояние наследственного греха заключается, первое, в утрате умом способности функционировать правильно или функционировать вообще, второе, в более общем смешении умственной деятельности с физиологическими процессами, и третье, вследствие этого, в порабощении ее гнету внешних обстоятельств. Когда человек, оказавшись в условиях, когда его умная сила не функционирует или функционирует слабо, может наблюдать разные стадии ее падения. Результатом плохого функционирования умной силы является ослабление связи между человеком и Богом и людей между собою, стремление использовать как Бога, так и падшего человека для укрепления личной свободы и счастья. Эта утрата божьей благодати умертвила ум человека, причем все его естество оказалось больным и передало эту болезнь потомкам. Так понимается наследование греха в православном учении. Слова апостола Павла «Непослушанием одного человека сделались многие грешными» в послании к римлянам 5.19. Отцы толкуют не в юридическом, но в медицинском смысле. Имеются в виду, что заболело человеческое естество. Святитель Кирилл Александрийский объясняет, «Поскольку он, Адам, впал во грех и подвергся тлению, плотскую часть человеческой природы вторглась с тех пор наслаждения и нечистота, и родился в наших членах их жестокий закон. Итак, естество заболело грехом из-за прислушания одного, то есть Адама, и многие оказались грешниками не потому, что они совершили преступление вместе с Адамом, ибо их тогда не было, но потому, что им свойственно его естество, подпавшее закону греха». В Адаме человеческое естество заразилось тлением из-за его прислушания, и в него проникли страсти. А в другом месте тот же отец использует образ корня. «Смерть напала на весь человеческий род, начиная с Адама, подобно тому, как если у растения и пострадал корень, то неизбежно увянуты все его побеги». Характерны так же слова святителя Григория Паламы. «Ум, отступивший от Бога, уподобляется либо скотскому, либо бесовскому, и, отказавшись от естественных законов, ищет себе чуждых». В обряде рождения в Боге, святом крещении, ум человека просвещается, освобождается от плотского и дьявольского рабства и соединяется с Богом. Потому крещение и зовется просвещением. Однако после этого по причине греха вновь наступает помрачение и омертвение ума. Из святоотеческих трудов яствует, что всякое прегрешение и всякая страсть умерщвляют ум человека. Преподобный Иоанн Синайский пишет, что лукавые бесы преследуют цель помрачить наш ум. В особенности блудный бес, помрачив наш ум всего владыку, побуждает людей делать то, что одни только сумасшедшие делают. Разумеется, мы особо скажем о том, что такое человеческий ум, но здесь сейчас речь идет главным образом о таком предмете, как помрачение. Преподобный Максим учит, что как для тела миром служат вещи, так для ума миром служат помышления. И как тело любодействует с телом женщины, так и ум любодействует с помышлениями о женах воображением своего тела. Это и есть помрачение и падение ума. В другой связи, тот же Святой Отец учит, что как тело грешит делами и для пестунства своего имеет добродетели телесные, так ум грешит страстными помыслами и для пестунства своего имеет добродетели душевные. Из этой истины яствует, что падение ума создает смущение во всем духовном организме, рождает подавленность и беспокойство и вообще заставляет человека переживать падение со всем его трагизмом. Таким образом, многие проблемы, мучающие нас, происходят от этой внутренней немощи. Вот почему психотерапевты не в состоянии оказать здесь большой помощи, так как только Христос может восстановить умерщвленными страстями ум. Кроме того, преподобный Максим, пытаясь яснее определить, в чем же заключается нечистота и следовательно падение ума, пишет, что эта нечистота проявляется в четырех вещах. Во-первых, в ложном знании, во-вторых, в неведении чего-либо всеобщего, в-третьих, в страстных помыслах и в-четвертых, в соизволении на грех. Следовательно, возникает потребность в лечении ума, которое отцы называют его оживлением или очищением ума. Об очищении ума и сердца много говорится в учении Господа и святых апостолов. Господь, ссылаясь на тогдашних фарисеев, которые заботились о внешней чистоте и пренебрегали внутренней, говорит, фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Матфей 23, 26. Апостол Петр, выступая на апостольском соборе в Иерусалиме, по вопросу о том, следовало ли христианам из числа язычников предварительно принимать обрезание и соблюдать Верхозаветный закон, сказал, «И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их». Деяние апостолов 15, 8, 9. Апостол Павел советует христианам Коринфа, «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». 7, 1. Послание к Коринфянам. «Кровь Христова очистит совесть нашу от мертвых дел». Послание к евреям 9, 14. Кроме того, этот же апостол в письме к своему ученику Тимофею подтверждает, что мы храним таинство веры в чистой совести». Послание к Тимофею 3, 9. Апостол Петр хорошо знает, что любовь друг к другу является плодом чистоты сердечной, и потому советует «постоянно любите друг друга от чистого сердца». Следовательно, очищение ума и сердца необходимо. Мы пишем «ума и сердце», хотя и знаем, что эти два понятия в отеческом богословии объединяются. Однако, к этому мы вернемся. В другой главе. Преподобный Максим разделяет духовную жизнь на три этапа. Деятельное любомудрие, естественное созерцание и мистическое богословие. Согласно исследователю трудов святого, аскетика святого Максима, то есть учение о личном усвоении спасения разделяется на три основные части. Первое деятельное любомудрие или делание. Второе естественное созерцание или просто созерцание. И третье мистическое богословие или просто богословие. Первое очищает человека от страстей и украшает его добродетелями. Второе просвещает ум истинным знанием. Третье венчает человека высшим мистическим знанием, которое Святой Отец называет исступлением. Эти три части представляют собой три основных этапа на пути человека к личному спасению. Конечно, нам следует заметить, что многие отцы различают духовной жизни эти три этапа, причем под практическим любомудрием понимаются очищение сердца, под естественным созерцанием просвещение ума и под мистическим богословием общения с Богом через созерцание. Согласно другому подразделению, присутствующему в святоотеческих сочинениях, духовная жизнь состоит из делания и созерцания. Речь здесь идет не об ином делании, явным образом противостоящим предыдущему, но о тех же самых вещах, ведь делание это очищение, а созерцание просвещение ума и общение с Богом. Делание всегда предшествует созерцанию, видению Бога, ибо делание доставляет созерцание. Точнее делание это телесный пост и бдение, псалмопение, и молитва, молчание, которое драгоценнее слова, рук делание, то есть то, что ими безропотно делается. Созерцание же есть духовное созерцание ума, состоящее в том, что он приходит в изумление и постигает, что было и что будет. Созерцание есть видение ума. Разумеется, созерцание в учении преподобного Максима не является независимым от делания. Не может быть ни безопасного делания, помимо созерцания, или подлинного созерцания без делания. Ибо и делание должно быть разумным, и созерцание деятельным. Конечно, святой подчеркивает, что у более образованных созерцания предшествует деланию, а у более невежественных делание созерцанию. Однако, в обоих случаях цель бывает благою, ибо оба они приводят к тому же результату, очищению и спасению человека. когда мы говорим об очищении души, то, конечно, подразумеваем главным образом избавление от страстей, или, выражаясь точнее, преображение этих последних. Помимо всего этого, очищение это и обдуманное сосредоточение человеческого бытия, приводящее к озарению ума. И так это не только отказ от чего-либо, но и приобретение. Чистая душа узнается по таким признакам, как слово независтное, рвение незлобивое и рачение о славе Господа непрестанное. Иными словами, если речь наша завистлива, рвение порочна и любовь к Богу непостоянна, то это значит, что сердце наше еще не очистилось. Ум это образ Божий, который мы осквернили грехом и теперь должны очистить. Поэтому Ава Дорофей советует «Соделаем образ наш чистым, каким мы приняли его. Мы должны выносить труд и неимоверную горечь, пока не очистится ум наш, сей яростный и сластолюбивый пес, не сделается целомудренным и любосмотрительным. И если человек противоборствует совершению греха и сражается против страстных помыслов, то он смиряется, сокрушается, подвизается и, очищаясь мало-помалу скорбями подвигов, приходит свое естественное состояние. Но, как бы человек ни старался, мертвый ум не может очиститься и стать живым, если не сойдет на него Дух Святой, поскольку очистить ум только Духа Святого есть дело. Но если при содействии Божественной благодати ум очистится, то он озаряется, поскольку очищение его есть озарение. И если человек сохранит свой ум после очищения, чтобы он не был осквернен грехом, то ум остается просвещающим и просвещенным. Почему и хранение его можно было назвать все светородным, молниеродным, светоиспускающим и огненосным. В общем, мы можем утверждать, что лечение человека заключается фактически в очищении ума, сердца, образа Божия, в возвращении ума к первородной и первозданной красоте. Более того, это общение с Богом, когда ум становится храмом Духа Святого, мы говорим, что лечение было успешно. Исцеленные же это святые Божии. Часть первая.